Добрый день и мы с вами находимся в недельной главе Эмор и Тора в последних трех главах ведет нас от святости обычных людей евреев через святость коинам к святости времени в нашей главе и значительную часть главы посвящена праздникам и законам их соблюдения и для нас евреев 21 века которые во всем сомневаются которые умные развитые почти во все с высшим образованием у которых есть на все свое мнение тут есть о чем поговорить и говорит нам Тора что говорит бог Маше добрый день Исраэль Ваймарта Элегем Моадей Ашем Ашерти Крео там Микрей Кодеш Элегем Моадей это тут Моадей Ашем это назначенные времена тут и поэтому или праздники тут поэтому сложный перевод вот мои праздники которые вы будете называть священными собраниями это праздники бога и как я уже сказал то есть в Налошон Акодеш Маадей Ашем это назначенные богом времена и их часто переводят еще как праздники поэтому можно то есть простой перевод праздники но праздники есть назначенные богом времена так это нужно понимать и это Моадей Ашем и тема еврейских праздников их значение и смысл это большая важная тема в иудаизме мы это понятие Моадей встречаем в главе Берешит сразу в первом разделе там сказанное процитирую в четвертый день творения сказал бог пусть на небосном своде будут светила чтобы отделять день от ночи и будут они для знамений для праздников или для назначенных времен это вот и есть опять Моадей дни и лет это будут светила на небесном своде чтобы освещать землю и стало так и мы что мы видим что еще на четвертый день творения солнце и луна были созданы для Моадей и великий Раши объясняет что для Моадей сказано так имея ввиду будущее когда Израилю сынам Израиля будет заповедано соблюдать праздники которые будут определяться по новолунию то есть одна из четырех главных задач сотворения солнца и луны было давать возможность евреям назначать времена для праздников для этого они были созданы и вот в нашей главе Тора начинает перечислять праздники называя их Моадей и Ашем времена назначенные для Бога и она начинает перечислять вот праздники Бога это священное собрание которое вы будете созывать назначенное для них время пять Моадей в первый месяц в четырнадцатый день месяца после полудня Песах для Бога в пятнадцатый день этого месяца праздник пресноков для Бога семь дней ешьте мацу и так далее и так далее дальше про все праздники это четвертый и пятый отрывок в недельной главе но что интересно что на один отрывок раньше в третьем пасуке в третьем отрывке говорится следующее после слов и вот праздники мои сказано шесть дней совершается работа а в седьмой день субботний покой священное собрание никакой работы не делайте это суббота для Бога где бы вы не жили во всех поселениях ваших то есть разговор о праздниках начинается с шабата и понятно что все мудрецы задают вопрос а почему так и объясняют это сделано чтобы перекинуть мостик сделать связку между шабатом и праздниками ведь мы все хорошо знаем и по себе и по нашему окружению что с шаббатом у многих уже внутреннее согласие даже если еще не начали соблюдать или не в полноте но уже есть понимание шаббат это дело серьезное шаббат назначен Богом каждый седьмой день с момента начала творения это шаббат и мы помним солнце луна были созданы на четвертый день человек на шестой а про седьмой день Бог сказал сказал в углеве берешит я тебя процитирую чтобы вспомнить и было завершено создание небес и земли и всего земного в седьмой день завершил Бог свои труды которыми он занимался в седьмой день и покоился он от своих день дел которыми был занят и благословил Бог седьмой день и осветил его ведь этот день он прекратил все свои труды которыми Бог занимался в седьмой день творения Бог прекратил свою созидательную работу и отдыхал и поэтому каждый седьмой день это день в который автоматически включаются законы шаббата про шаббат говорит четвертая из десяти заповедей прозвучающих на горе Синай мы не помним помни день субботний чтобы освещать его а из строительства Мишкана мы учим что даже строительство Бога для дома для Бога нужно остановить с наступлением шаббата известно окончание этой мысли но субботы мои соблюдайте несмотря на строительство Мишкана да и 39 запрещающих запрещенных в шаббат работ выводится мудрецами из работ по строительству Мишкана и много раз в других местах говорит нам Бог в Торе о необходимости соблюдать законы шаббата с шаббатом более-менее у всех сложилось а вот с праздниками у многих есть непонимание ну честно говоря и у меня оно было когда я начинал соблюдать я тоже прошел этот этап непонимания серьезных серьезности праздников ведь времена праздников назначаются людьми да по указу Бога да точно с установленным им процедурой и правилами но людьми как об этом сказано вот праздники Бога священные собрания которые будете назначать в их в срок которые будете назначать говорит Бог людям праздники они Моадей времена назначены назначенные людьми и объясняет Раши поэтому Тора тут в шаббат приравнивает праздники к шаббату и он пишет нарушающий законы праздника виновен так же как нарушивший закон шаббата а соблюдающие праздники получает заслугу подобную соблюдающему субботы чтоб тебе не пришло в голову пишет Раша что раз это назначенное евреем назначается евреем то это имеет какой-то другой статус и тут мы видим что и шаббат и праздники это в первую очередь священное собрание то есть у них обоих есть общее содержание освящение возвышение подъем соединение с Богом раскрытие его славы единства как говорит Рамбан собираться в доме Всесильного в праздничный день чтобы освящать его публичной молитвой и восхвалением Бога в праздничной одежде что означает времена назначенные которые назовете священными собраниями это святые времена отделенные тем что в них начинают работать особые законы как запрещающие так и повелевающие законы праздников а как это будет назначать в их срок законы праздников запускаются в духовных мирах в день который непосредственно зависит от того когда евреи на земле назначили первый день месяца Рошходыш и плюс еще назначили определенный высокосный беременный год и мы с вами уже говорили на эту тему праздник Шавот к которому мы сейчас идем наступит с 7-6 сивана без изменений но в какой день неделя это будет во времена до разрушения храма напрямую зависело от того в какой день недели мудрецы назначат Рошходыш первого числа месяца а сейчас мы просто живем по установленному имя и календарю и значит и эти дни на которые выпадают праздники установлены ими просто тогда еще но как говорит нам Тора в нашей недельной главе связывая шаббат и праздники между собой для нас нет никакой разницы и небольшая разница все-таки есть между шаббатом и праздниками про праздник как об этом говорит Тора ее оттуда выводят мудрецы из слов Торы выводят мудрецы эту небольшую разницу как говорится о запрете работать в шаббат и в праздники про шаббат сказано а коль малаха луата асу всякую работу не делайте а про праздник коль малахет авадат луата асу типа всякую работу из запрещенных работ не делайте то есть какую-то работу из всех этих работ какую-то не делайте поэтому существует три исключения для праздников в праздник можно зажигать от зажженного огня и соблюдающие субботу праздники праздники евреи оставляют зажженную суточную свечу чтобы от нее можно было зажечь что-то огонь в праздник можно готовить еду в праздник для праздника и для субботы зажечь от зажженного огня включить газ и зажечь огонь но но на будний день в праздник варить еду нельзя и в отличие от шабата в котором там где нет ирува нельзя ничего выносить из дома переносить по улице то в праздник можно носить незапрещенные вещи то есть телефон и кошелек запрещены переноски везде даже там где есть ирув как вот то есть в Израиле и вот мы тут поняли что законы праздников они такие же серьезные и Бог так же смотрит на нас в эти дни так же серьезно как и в шаббат и как пишет Раши за соблюдение награда такая же за нарушение такое же наказание как в шаббат за исключением вот этих трех небольших исключений поэтому мы впереди у нас шестое Сивана это первый праздник который у нас на нашем пути сейчас он один из праздников Шала Шри Галим и особо тяжело всегда в празднике вне земли Израиля они два дня но тем не менее все два дня они одинаковые два дня и поэтому к ним одинаково строго нужно подходить и дай нам Бог всем силы чтобы с этим справиться прохавываться лоха и конечно остаемся и дальше в поисках смысла в поисках в поисках я не могу и в поисках в поисках